Спасибо за помощь в подготовке Олегу Селезеню, Людмиле Бойко, Николаю Линску. Детские мероприятия под девизом «Мы слывте детям» становятся у меня хорошей традицией. Вот и в этот октябрьский денек я решил, пусть для небольшого количества детей, но все же провести мероприятие на природе. Ну, для начала дети большим удовольствием собирали дрова для костра. Потом мы разжигали костер и готовились поставить котелок, чтобы варилась каша. Уже само это вызвало у детей массу положительных эмоций. Все же лучше, согласитесь, разжигать на природе костер и собирать дрова, чем сидеть дома на карантине. И вот уже котелок стоит на огне, засыпана крупа, залита вода. Ну, а чтобы не пришлось скучать, пока она будет вариться, я провел с детьми игру в поисках сокровищ старого разбойника. Для этого понадобились компасы, с помощью которых дети определяли направление. И здесь уже момент получился такой воспитательно-развивающий. Потому что участники моей игры осваивали основы ориентирования на местности по компасу. Суть игры заключалась в том, чтобы, следуя подсказкам в записках, отыскивать части, ну, так называемого, старинного клада. При этом дети пользовались компасами. И в этом воспитательно-развивающий момент. Вот так как участники этой игры учились основам ориентирования на местности при помощи компаса. Кроме того, потребовалось от них немного внимания, потому что приметы были указаны не очень точно, лишь в общих чертах. И детям необходимо было найти записку уже самостоятельно. Используя собственную наблюдательность, внимательность и прочие морально-волевые качества. Капай на Вашей части под упавшим бревном. Где Восток? Да. Восток там. Правильно. Ищем упавшее бревно. Ну вот бревно, попробуйте под ним подкопать. Есть другое бревно еще? Посмотрите внимательно. Нету? Давайте будем копать. А где оно лежало? Как оно? Ну, пробуйте копать. Ну да. Ну, пробуй. Да, вот так. О, смотри. Так, не деритесь, доставайте. Это наш с Глебом. Вон все, это общее. Вы же все вместе искали. Осторожно, открывай. В качестве клада я использовал 5 копеечные монеты, которые были выведены из оборота не так давно. Но для детей, в принципе, не настолько важно, что там лежит для них. Самое главное, это процесс. Пришлось им, конечно, немножко и покопать. Второй воспитательный момент заключался в том, что дети должны были уяснить себе, что они являются частью команды. И найденные сокровища не являются собственностью одного или двух человек, а являются достоянием всей группы участников. И что потом их нужно будет поделить поровну. О, нашли козлиный череп. Ну, коза была, конечно. Ну, в записке написано было сломанное. А вот, смотрите, вот есть сломанное. Это, может, это подойдет. Вот было одно, видишь, обломанное. Попробуй его за него покопать здесь, порыться. А это полюбашка, коз. Может, где-то с другой стороны попробуй? Мне кажется, мы здесь вот попали. Да, да, Глеб. О, видишь, миронаблюдательная. На, попробуй ковырмыть ножом. Или лопатой. Давайте ковырмыть. Осторожно. Осторожно. Ну, да, пробуй. Ого, ого, ого. А можно, пожалуйста. Это наше. Это общее. Это мы будем... Там, ты видишь, записка лежит. Это мы будем... Давай я прочитаю. Третье сокровище на юге. Под двойным пенеком. Нет, это было бы пенек и дерево. Нужно двойной пенек найти. Вон, правильно. Я его ищусь. Ищите подсказку. Юра, я попаю. Осторожней. Что там написано? Так, собирайте тогда жёлуди. Сейчас я принесу вам рогатки, а вы собирайте жёлуди. Чтобы разнообразить задания, я на определенном этапе игры ввел стрельбу из рогаток. Детям необходимо было, стреляя желудями, попасть несколько раз в пенек. И после этого они могли получить ещё одну подсказку, указывающую на очередную часть клада. Это раньше рогатка считалась атрибутом хулиганов. А сегодня это вполне себе спортивный снаряд, который развивает отлично глазомер, координацию движений. Ну и, конечно же, в некотором смысле, силу рук. Несмотря на то, что рогатки эти предназначены для взрослых, дети вполне смогли их сами натянуть. Так, видите, интересно было стрелять и мальчикам, и девочкам. Субтитры подогнал «Симон» 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 И вот, когда, наконец, последняя часть клада была найдена, наступил ещё один интересный момент, который, кстати, развивает устный счёт. Дети посчитали не только количество самих монеток, но также общую сумму, которая была обнаружена ими в процессе игры. Ну и, естественно, необходимо было разделить её поровну на всех участников. В самом конце собранные монеты, они с большим удовольствием обменяли у меня на маленькие призы, и в качестве которых выступили кусочки коралла. Таким образом, как видите, такое простое, ну скажем так, не слишком сложное мероприятие затронуло сразу несколько аспектов развития детей, ну и просто позволило им побегать на свежем воздухе и поесть каши у костра. Ну, я надеюсь, это было не в последний раз. Я надеюсь на вашу поддержку в проведении дальнейших таких мероприятий, и желаю всем проводить их у себя. На этом всё. Всем всего хорошего. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok